Всем добрый вечер, это первая студия, как всегда будем говорить об актуальном. И сегодня затронем тему одиночества, тему осени жизни и о других поворотах судьбы. Будем говорить о старости, об одиночестве. К нам в студию пришла директор Павлодарского обоснового центра оказания специальных социальных услуг для престолелых и лиц с инвалидностью общего типа Марина Владимировна Стрелковская. Марина Владимировна, добрый вечер. И хотелось бы вначале, чтобы вы рассказали в общем о работе этого центра. Центр оказания специальных социальных услуг для престолелых и лиц с инвалидностью, в простонародье дом престолелых, как более привычно, наверное. Он был создан в 1969 году. В этом здании, в котором мы сейчас находимся, он располагается с 1973 года. И с тех пор неизменно находится в одном и том же здании. То есть очень давно, да? Да, достаточно давно. Здание, скажем так, по современным требованиям не совсем оно соответствует. Но, тем не менее, условия созданы по возможности максимально комфортные для проживания. Имеются все необходимые условия. То есть на сегодня это достаточно комфортное место для проживания и престолелых, и лиц с инвалидностью. На сколько вообще людей рассчитан центр и сколько на данный момент находится... На сегодня проектная мощность 273 человека и проживают 270. То есть практически... Практически, да. И вообще, как часто появляются места? Места появляются не так часто, как это требуется, потому что у нас уже создалась определенная очередность. Люди хотят попасть к нам, но места появляются только в связи с естественной убылью. Это происходит в среднем, может быть, места 2 в месяц. То есть есть уже определенная очередь, да? Уже есть очередь. Где нужно, где надо встать в очередь? В очередь можно встать в городских отделах занятости и социальных программ по месту прописки. То есть просто так к вам попадешь? Просто так, нет, напрямую, чтобы пришел человек и попасть к нам, нет. Заявление пишется непосредственно в отделе занятости и социальных программ. Прилагается медицинская карта, удостоверение личности. И потом органы социальной защиты, они собирают определенные сведения и принимают решение, подлежит человек приему в наше учреждение или нет. Потому что у нас есть определенные требования. Вот какие эти требования можете рассказать? Да, можно, конечно. Основные требования это пенсионер или лицо с инвалидностью первой, второй группы, не имеющие близких родственников непосредственно по месту проживания. То есть являющиеся одинокими или одинокопроживающими. Но все равно мы же знаем, что сейчас в ваших центрах есть люди, у которых есть дети, правильно? В основном, если есть дети, то чаще всего это дети, которые не имеют собственного жилья. То есть они не могут обеспечить уход за престарелым или лицом с инвалидностью. И, соответственно, принимается решение, что... Или, допустим, дети, пенсионеры, дети, уже имеющие тоже инвалидность, и они не могут ухаживать за своими престарелыми родителями. И в таких ситуациях принимается решение. То есть какие-то должны быть такие объективные обстоятельства. Хотя, в принципе, заботиться о своих родителях – это долг каждого гражданина. Это, прежде всего, долг каждого гражданина, да. Но бывают такие ситуации, когда дети уже не могут сами это сделать в силу определенных обстоятельств. И тогда приходят на помощь уже государству. Недавно прочитала, что в Кыргызстане вообще планируют ввести уголовную ответственность за то, что оставляешь своего родителя или привозишь его в такой вот центр. Как вы к этому относитесь? Я отношусь отрицательно, потому что, действительно, каждая семья, каждая судьба – это очень индивидуально. И если наказывать человека за то, что он не может обеспечить уход, это, наверное, не совсем правильно. Скорее, нам необходимо создавать условия, чтобы и дети, работающие дети, да, часто бывает такая ситуация, когда они, допустим, один ребенок, или бросать работу, ухаживать за престарелым родителем, да. Или вот если бы были у нас такие учреждения, куда можно было бы на дневное время определить своих престарелых. Как детские сады, да, вот такое же учреждение для престарелых. Это, я думаю, снизило бы нагрузку с медико-социальных учреждений стационарного. Очень хорошая идея. Вы ходили с ней вообще? Говорили, да, да, да. Но пока не нашло, пока еще. Пока еще. Надеемся? Сейчас большая работа проводится по развитию таких учреждений в рамках государственного частного партнерства. И я надеюсь, что с каждым годом у нас будет все больше и больше таких учреждений создаваться. Может быть, бизнес поддержит, да. Да, да. Потому что вот смотришь, в европейских странах есть целые города для стариков, да, для вот такого населения взрослого. У них потом там клубы по интересам, им весело вместе они проводят премию. Я порой сравниваю то, чем занимаются наши пенсионеры у нас в учреждении, и те, которые находятся дома в четырех стенах, да. У нас организация досуга, у нас лечение, у нас экскурсии, у нас обеспечение питания. А человек, который находится дома, порой дети закрывают, потому что, да, переживают определенные ей заболевания. И пожилой человек, он просто-напросто находится за закрытой дверью в четырех стенах. Поэтому сказать, что у нас плохие... Все так плохо, да, да, я не могу. Но, наверное, тут вот все равно как бы самого главного не хватает. Самого главного не хватает родных и близких людей. А вот среди ваших подопечных, так скажем, больше все-таки инвалидов или... Престарелых. Престарелых, да. Инвалидов, первая-вторая группа, где-то процентов 30-40. А вообще вот средний возраст и портрет вашего подопечного, можете это сказать? Если рассматривать лица инвалидностью, то это чаще всего люди помоложе. Средний возраст 35-40 лет. А пенсионеры, ну, там уже понятно, это пенсионеры в среднем у нас, если смотреть наши пенсионеры, это 65-75. Какие у них, понятно, что, наверное, таких обязанностей прям нет сильно, но какие все равно у них права в вашем центре? Так как мы государственные учреждения, но, в принципе, не только государственные, частные организации, они также работают в соответствии с нормативно-правовыми актами. У нас есть стандарт оказания специальных социальных услуг, которые предусматривают оказание восьми социальных услуг. Это бытовые, экономические, трудовые, психологические, юридические. Это комплекс услуг, который полностью охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Мы обеспечиваем, естественно, бытовые условия. Мы решаем те же самые вопросы экономические. Это льготы, пособия, замена удостоверений, оформление банковских карт. То есть все, что необходимо для того, чтобы человек был обеспечен, мы также решаем. То есть полное сопровождение его. Да, конечно, юридические вопросы, вопросы наследства, раздела, вернее, возврата имущества. Бывает такое очень часто закредитованность, да, все-таки это бич нашего общества современного. И в том числе и наши пенсионеры порой берут кредиты, потом пенсии не хватает, возникают долги. Мы работаем с задолженностью, проводим работу по рефинансированию, порой и списыванию долгов. То есть мы полностью рассматриваем ситуацию индивидуально по каждому конкретному человеку и решаем все возникающие проблемы. А вот в бытовом плане человек сам себя обеспечит? Если не может, то вы сами. Да, конечно, мы стараемся, чтобы человек по возможности осуществлял какую-то трудовую деятельность, максимально возможную по его состоянию здоровья. Но в случае, если человек сам себя обслуживать не может, у нас есть палеотивное отделение, и там полностью предусмотрен уход медицинский, санитарный и все виды других услуг. То есть мы полностью ослуживаем человека, начиная с умывания, замены постельного белья, диетическое питание, кормление, умывание, баня, сопровождение в больницу, прогулки. Вот все полностью, что необходимо для этого человека, мы эти мероприятия проводим. А вот расскажите механизм, получается, вот когда приходит к вам человек, полностью его пенсия, она потом переходит к вам или как, на какие вообще условия? Нет, пенсия наших опекаемых, она делится на две части. 30% остается у получателя услуг на его личном индивидуальном карточном счете, и 70% попадает на специальный счет, счет контроля наличности. За счет этих средств мы закупаем средства личной гигиены, лекарства, одежду, средства передвижения. То есть все, что необходимо сверх того объема, который государство выделяет, мы еще закупаем вот за счет тех средств, которые поступают на контрольный счет наличности. А государство выделяет какие средства? Питание, медикаменты, определенные для оказания первой медицинской помощи, ну и, соответственно, коммунальные услуги. Ну, проживание, расскажем. Да, да, да. Вот как раз-таки совсем недавно в социальных сетях прозвучала критика именно по отношению медикаментов в вашем центре. Расскажите об этой ситуации. Да, здесь у нас получилась ситуация очень неоднозначная. Критика, конечно, прозвучала, но после этого прошло несколько проверок. Приходили общественники, депутаты. Депутаты ходили. Да, да, провели собрание. Сведения, которые были изложены в жалобе, они не подтвердились. Там получилась такая ситуация, что, к сожалению, я не была в курсе того, что на посту отсутствуют препараты. У нас имеется группа в WhatsApp медики, в которой необходимо было сообщать о том, что вот таких-то препаратов нет. К сожалению, это не было сделано. И, помимо этого, все процедуры по закупу, вот, допустим, сегодня образовалась потребность, мы не можем в тот же день обеспечить. У нас нет своего аптечного магазина, да, чтобы вот взять и предоставить. Мы все препараты закупаем посредством государственных закупок. Соответственно, это определенный срок. Поэтому все заявки должны поддаваться заранее, с учетом того, что на процедуру государственных закупок проходит определенный срок. Да, ну, как мы знаем, это очень долго. Да, да, да. И необходим, я своим сотрудникам всегда говорю, мы должны планировать, правильно планировать. Для того, чтобы правильно планировать, мы должны просчитать, сколько нам надо на год, сколько нам надо на месяц, приблизительно рассчитать, создать такой неснижаемый запас медикаментов, чтобы вот тот временной промежуток, который предназначен для закупа новых медикаментов, мы не остались без этих препаратов. Но, к сожалению, получилось так, что вот это не было сделано, и мы остались без препаратов, поэтому сложилась такая ситуация. Ну, на сегодня все устранено. А какой запас у вас лекарств вообще всегда есть на медицинском посту? В соответствии с нашим внутренним разработанным положением, не менее полуторномесячного запаса должно быть. Но я стараюсь, чтобы был двухмесячный запас. Чтобы больше было. И в первую очередь препараты, которые необходимы для оказания первой медицинской помощи. Мы не лечебное учреждение, мы не можем обеспечивать, порой бывает такое, что назначают узкие специалисты, тоже врач лор, допустим, окулист, да, и вот так вот закупить сразу мы не можем. Это связано, есть определенные правила расходования средств по КСН, и проходит определенная процедура, опять госзакупок, и мы закупаем. Но вот чтобы сегодня назначили и сегодня закупить, к сожалению, мы этого не можем сделать. Это такая, в принципе, понятная ситуация. Ну, вот такие вещи, как парацетамол, я думаю, вас следует, да? Это да, это да. То, что нужно ваше. То, что необходимо для оказания первой медицинской помощи при острых состояниях, это должно быть обязательно. А получается 30% это у них уже... Остается на руках, и они используют на свои личные нужды. Могут же выехать в город, какие-то на прогулки. Да, у нас есть две единицы транспорта, мы и вывозим, и на какие-то культурно-досуговые мероприятия. Вот, кстати, хотела спросить, как проходит их день? День построен с учетом интересов каждого. У нас в центре есть, функционирует 12 кружков по интересам. Это и хореография, учим танцем. У нас очень много танцоров, которые любят танцевать, очень красиво танцуют. Есть вокальные кружки, есть музыкальные по обучению на музыкальных инструментах дамбра, гитара, фортепиано. Есть литературный кружок, есть клуб по интересам «Серебряные кудесники». То есть при поступлении мы разговариваем с человеком и выявляем, какие были склонности, к чему у человека лежала душа в молодости, в средние годы, чем бы он сейчас хотел заниматься. Может быть, там разведением цветов, садоводством. И уже смотрим, кого куда направить по интересам. В течение дня у нас практически каждый день проходят какие-то мероприятия, какие-то концерты. К нам очень часто приходят культурно-досуговых центров, волонтерские, молодежные организации, концертные программы. То есть у вас есть друзья? Конечно, у нас есть друзья. У нас есть библиотека. Мы очень дружим с Центром активного долголетия. Мы очень дружим с Ассамблеев народа Казахстана. И они у нас постоянные гости. Скучать нашим постояльцам однозначно некогда. Вот сейчас в преддверии Дня Республики будете какие-то мероприятия проводить? Обязательно. У нас проводятся выставки, у нас проводятся концерты. Ко всем памятным историческим датам, государственным праздникам. Поэтому обязательно на такой замечательный день у нас будет и концертная программа. Каждый постояльц, он живет один? К сожалению, нет. Хотя мне очень хотелось бы, чтобы у каждого получателя услуг была своя комната. И буквально недавно у нас с визитом был Аким области. И дали добро на проведение реконструкции нашего учреждения. Мы очень надеемся, что в ближайшее время... Конечно, здание старое, но не совсем его можно сделать так, как бы нам хотелось. Но по возможности мы постараемся из двух комнат сделать одну большую комнату со своим санитарным узлом, рассчитанную на одного человека, чтобы человеку было комфортно. Потому что у людей в возрасте, у них, естественно, складываются определенные свои какие-то пожелания. Ну и уже образ жизни у каждого свой. Конечно. Когда два человека, очень часто возникают... А сейчас по двое у вас? Да. Сейчас в основном по двое. У вас место очень хорошее, да, место расположения? Очень красивое, да. У нас очень много деревьев, у нас цветы, тишина. Летом замечательно. Место для отдыха. Я знаю, что сегодня у вас проходил день открытых дверей. Вот как он пришел? Насколько вы вообще открыты? Да, у нас сегодня день открытых дверей. Сегодня к нам приходили и родственники, и уполномоченные органы контролирующие. А в принципе, день открытых дверей, он у нас каждый день проводится. Мы всегда открыты. У нас в любое время могут приходить родственники, проходят в комнату, ознакомливаются и с условиями проживания, разговаривают с врачами, со специалистами по социальной работе, выясняют, какая работа проводится с получателями услуг, вносят свои предложения, мы стараемся это отрабатывать. Если что-то в наших силах, мы всегда это сделаем. Были ли случаи, когда забирали родного человека, забирали домой, назад, в семью? Да, не так много, конечно, как хотелось бы, но были такие случаи. Мы этому очень радуемся всегда. Буквально недавно женщину забрали, правда, не родственники, а соседей. Соседи забрали. У женщины квартира, она ее отписала родственникам, но там получился притон. И соседи, они пришли, переговорили с нашей получательницей услуг и договорились, что они будут осуществлять уход за ней, присматривать. Лишь бы она вернулась. Чтобы она вернулась домой, чтобы было у них покой. Вот такие даже ситуации есть. То есть добрые люди, которых много. Да. Потом у нас была ситуация, когда мы нашли родственников нашего получателя услуг, которые потеряли связь, утратили связь между собой. И в итоге они его тоже забрали. Но там была такая встреча со слезами на глазах. Ну это как жди меня практически, да? Да, да. А были ли такие случаи, такие вот, не знаю, тоже поворот судьбы, когда два одиночества встретились? Да, у нас есть целое отделение, целое крыло, семейное так называемое. Правда, к сожалению, в последнее время стали освобождаться комнаты новых пар. Создается не так много, но тем не менее, есть, создаются пары. Семья со своими обязанностями, и регистрация брака происходит. То есть все серьезно? Да. И ревность, и любовь, и слезы, и радость. Все у нас, все как у людей. Марина Владимировна, еще такой вопрос. С кадрами есть проблемы? С кадрами, к сожалению, есть у нас проблемы. Все-таки социальная сфера, она на сегодня, скажем так, не является высокооплачиваемой. И кадровый голод, это наш основной бич на сегодня. Хотелось бы, чтобы у нас специалисты были с высокой квалификацией. Чтобы специалисты были замотивированы лучше. Потому что все-таки качество работы специалистов, оно отражается в первую очередь на тех людях, которые у нас находятся. Поэтому... На сегодняшний день нужны вам специалисты? Да, у нас большой дефицит идет по буфетчицам. Сорплата низковатая, и работа нелегкая, сразу говорю. Конечно, человек пожилой, он со своими особенностями, не всегда положительные эмоции проявляются. Где-то, может быть, и грубое слово скажут. Требуется определенная подготовка, да? Да, психологическая должна быть устойчивость. Как вы отбираете персонал? Не всегда так, как мне хотелось бы. Иногда приходится просто закрывать вакансии. Ну, а так, в принципе, смотрим, конечно, как человек реагирует на стресс. Вот это, наверное, основное такое требование, которое у нас стоит на первом месте. Марина Владимировна, я благодарю вас за уделенное время. Наш эфир подошел к концу. Пусть меньше будет одиноких людей. Встретимся на телеканале Иртес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова